В прошлом выпуске Альметиск рулит герои программы, пробовали себя в качестве художников песочной анимации. По мнению экспертов, Ареслан Шарифуллин был лучше, одержал победу в испытании. Этот выпуск также посвящен творчеству. Посмотрим, кто же справится лучше на этот раз. Здравствуйте! Мы приветствуем вас в эфире молодежного телепроекта. А какого? Ну ты что, забыла? В эфире крутого проекта под громким названием Альметиск рулит. Конечно, не забыла. Просто тут так красиво произносится что-то название. В эфире сегодняшнего телепроекта я, Кашудина Замир. И я, Ватюжанин Елизавета. Ну что, рулим? Специально для нашего проекта мы собрали бравый отряд мальчишек и девчонок, желающих попробовать то, что никогда не пробовали. Научиться тому, на что всегда не хватало времени. Не видели, не знали, не мечтали, не гадали. А тут раз, и Альметиск рулит. Итак, под Льюхмов у нас собралось равное количество. В каждом выпуске нашего проекта один парень и одна девушка будут сначала учиться, а потом демонстрировать свое умение. В финале бригада экспертов, обычная беспристрастность сверстников, оценит старания новоиспеченных умельцев. И вот тогда мы узнаем, кто же в Альметиске рулит. Приближается Новый год. И уже давно пора к ней подготовиться. Лиза, что для тебя Новый год? Ну, это прекрасный счастливый праздник. Новогодние прогулки, мандарины, бой курантов. И, конечно же, главный символ Нового года – наша елочка. А ты любишь украшать новогоднюю елку? Естественно, ведь это наша семейная традиция. Как приятно украсить елку в канун Нового года. Сегодня наши испытуемые будут делать красивые игрушки своими руками. Ну, давай поскорее их поддержим. Это так классно! Равиль Айсей, вы точно готовы? Равиль Пилакин. Возраст 11 лет. Умеет дарить хорошее настроение окружающим. Просто рассмешив их. Любимые увлечения – занятие спортом, чтение книг, рисование. По знаку зодиака – рыбы. Мечтает стать блогером. Родители часто хвалят Равиля. Например, за хорошие оценки. Пользуясь случаем, он хотел бы сказать спасибо за все – своим маме и папе, а также любимым одноклассникам. Составит Равиле конкуренцию Айсель Галимова. Ей также 11 лет. Айсель – много увлечений. Она любит рисовать, делать креативные открытки, браслеты, печь пирожные. Усиленно учит английский язык. По знаку зодиака – близнецы. Мечтает стать кондитером. И с удовольствием бы вела программу «Голос дети». Верит, что своим трудолюбием добьется всего, что желает. Сегодня ребятам предстоит непростое задание. Ведь они должны будут сделать то, что еще не сделали никогда. Да, такая кропотливая работа. Ведь здесь нужно все – внимательность, мелкая моторика. Оф, я бы, наверное, не смог. Ну да, ребятам придется нелегко. Но все же надеемся, что игрушки получатся прекрасны. Ну давай уже не будем томить, и поскорее перенесемся к ребятам. И посмотрим, как же они справляются, кто же из них победит. Что ж, рулим! Ну что, привет! Сегодня мы с вами будем делать винтажные шары. Меня зовут Рузалия. Вы находитесь у меня в творческой мастерской. Как тебя зовут? Привет, я Родина. А ты? Я Исей. Сколько вам лет? Мне один из лет, на два лет. Ну, молодцы. Смотрите, перед вами шарики. Они специально надеты у нас на палочку, да? То есть это для того, чтобы нам не замарать руки. И можно было, то есть не держать ее, а потом поставить ведерко и приступить уже к следующему шарику, да? Вот тазик специально, то есть тарелочка, получается, подносит у нас для того, чтобы у вас няни не катались. Бумагу, если, то есть стол рабочий, можно марать, скистать, то есть краской капать, ничего страшного не будет, да? Розалия Юсупова, дизайнер-декоратор, занимается реставрацией и перекраской мебели, разработкой интерьера, любит создавать декор своими руками, проводит творческие мастер-классы для детей и взрослых, обучает прикладному искусству, росписи, живописи, лепке и другим техникам. Также является основательницей атмосферного арт-пространства Beauty Loft, где проводятся различные мероприятия, фотосессии, арт-вечеринки, холсты-краски, маркетплейсы обучающего и развлекательного характера. Это у нас наполнитель, получается, декоративный кварц. Что он создает? Он создает крошку. Ее можно добавить в любой цвет краски, если вы хотите, чтобы у вас такие вот камушки были непосредственно на вашей игрушке. Делаем это желательно в одном направлении, потому что краска фактурная и она будет передавать. В окончании готового изделия мы будем подчеркивать все эти неровности. То есть у нас будут видны пупырышки, будут видны следы от кисти. А где можно приобрести эти краски? Краски можно приобрести у меня в мастерской, ну, либо в художественном магазине, который предполагает для покраски пластик. Ну, что получилось? Я так думаю, можно поставить их сушиться. И приступить уже к нашим непосредственным образцам. Это золото будет, у нас будет два вида золота, но это как декор, он на завершение. То есть золото, потом у нас будет вот такое золото в виде потали, то есть будем клеить. Но сначала нам нужно подготовить базу, чтобы у нас была игрушка цветом, да, в цвет нашу. Вот. И декор уже на завершение. Можно эти шарики гуашью разукрасить? Ну, пластик? Можно. Ну, для этого тогда нужно будет не такие вот глянцевые, которые мы украсили, а какие-то более шероховатые. Тогда гуашь хорошо ляжет. На глянцевую поверхность гуашь не ляжет. Лучше, возможно, акриловые краски тогда для гуашь, ой, для глянцевых шаров. Мы сейчас посушим, и если нам будет необходимость, то, конечно же, мы сделаем. То есть, возможно, где-то у нас будет про плешины, либо не про красы. Ну, когда я увидел Рузалью на первом этаже, я ее пока еще не очень хорошо знал. И когда мы уже начали делать мастер-класс, она мне очень понравилась. Она была добрая и очень понятно объясняла и помогала. Я думаю, какую-либо область не затронуть, у мужчин всегда все получается лучше. Творить все чудесное и сказочное – это самая хорошая сторона человечества. Так что я думаю, что победа будет за девчонками. То есть золото, в принципе, оно у нас очень экономичное, его много не нужно. Самое главное тут не переборщить. Я сейчас на одном образце покажу. То есть я нанесла, видела, немножечко на губку нашу золотую патину. И твоя задача сейчас еле касаясь проходить. То есть она где прикоснется. Видишь, она подчеркивает только объемную. То, что у нас выступают вот эти вот помпушки наши, скажем так. Не сильно. Хорошо, потому что краска до конца, она еще не просохла. Если у нас куда-то немножко сюда попадет, ничего страшного. То есть твоя задача – главное прочувствовать. Смотрите, важный момент еще, да, давай покажу. Золота, в принципе, у тебя тут предостаточно. Смотри, сколько, видишь? Его вполне достаточно. Поэтому делай. Ну а так на будущее, если вы берете золото, то есть вы примакнули и потом немножко приглушили. Смотри, чтобы не было пятнично, да, немножечко еще-еще добавляй. А дальше мы еще с вами используем две техники. Это вот работа с поталью, именно с сухой, да. Наша задача будет здесь проработать немножечко с воском. Но для начала я рекомендую проработать с поталью. Они у вас подсохшие, поэтому можно их положить на поверхность. Потому что именно где вот у вас объемный рисунок, именно там мы сейчас будем работать. поталь, то есть это у нас очень-очень мелкая-мелкая пыль и запрессована вот в такие легкие фольгированные пластинки, да. Поталь мы сажаем непосредственно на лак. Специальный лак, шелак, который идет для потали. Сейчас по всему периметру, вернее не по всему, да, а местами наносить лак. И потом ты прям, получается, берешь кусочек и прикладываешь к этому месту. Мне очень понравился процесс, потому что там были очень крутые, вот, например, краска. Ну, я такую краску не видела никогда для художников там. Мне понравились какие-то необычные кисточки. Я таких некоторых не видела. Мне также понравился вот сам процесс, вот, как мне помогала вот Рузаля. У нас есть такая техника, то есть есть трафареты, есть штампы, да. Специальные силиконовые вырезки. Вот на эти выступающие части мы сейчас нанесем немножко золота, местами золота, местами воска коричневого. И просто-напросто обкатаем это все по нашему штампу. Даже вот, скорее всего, вот таким образом. Это нужно делать оперативненько, потому что, ну, у нас все застывает, а штамп он именно за счет краски, за счет влажности будет передавать. В принципе, у тебя все, сейчас воском будешь делать, ладно? Работа с детками, это всегда интересно. Они всегда непосредственные, то есть они выходят за рамки наших обученного мышления. Творческий процесс, здесь нет никаких ограничений, то есть нет шаблонов каких-то. Каждый идет, выводит из себя, получается, изделие. И, соответственно, Равиль, он более любопытный, любознательный, в принципе, как и должно быть, да. А с целью, она более, то есть более молчаливая, но по работе очень щепетильная, то есть усидчивая, это прямо видно. А работы у каждой получились по-своему, от своего сердца, идущие оба в Турске. Ну что, Равиль, давай снимай свои шарики аккуратно с палочки. Нам необходимо зафиксировать им держатели. Наклади сюда. Все, 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 не доломай. Вторую тоже бери. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка Ну, Равин, конечно, большой молодец, но все же видно, что ему это дается сложнее, чем Айсель. Ничего страшного, может и сложнее, но мне кажется, это не повлияет на конечный результат. Мне кажется, у него все прекрасно получится. Ну что ж, скоро мы это и проверим. Ребята уже на финишной прямой, к тому же их домашние елки в предвкушении своих новогодних игрушек. Ну а мы с вами, дорогие телезрители, сейчас перенесемся к ребятам и посмотрим, кто же победит. Самое время напомнить, что в нашей программе есть еще один важный элемент – оценка команды независимых экспертов. Это обычные мальчишки и девчонки. Независимая жюри, перед ними стоит непростая задача – выбрать лучшего. kwik2-мальчишки и девчонки. Как так marin였ый vector? К阿 expenses ℓ. Клескивки. Кárида-мальчик. Независимые евро Wes comentDesR. К леби-клески. Клески. Коп Cool. Извечки. Куцклески. Карпу-alah. Смешки. Карпы. К�тко. К Клески'm гов-клески. Наひет dramas mushrooms. Главное – это желание, ведь научиться можно всему, что угодно Да, я с тобой согласен, и думаю, наши герои прекрасно справились А каково мнение экспертного совета, мы узнаем с минуты на минуту В итоге голосование после подсчета за Равиля проголосовало два человека А за Айсель – восемь В итоге Айсель победила! Аплодисменты! Эксперты решили, что одна группа девчонок лучше, чем дуэт парней Их право же, они же эксперты И это значит, что в данном выпуске побеждают команда девчонок Ну ничего, в следующем выпуске Альметья Скруллет все может измениться Следите за эфиром Выпуск получился ярким, вдохновляющим и новогодним Теперь мне тоже хочется поскорее сделать такую же игрушку, как у них Ну что же будет в следующем выпуске Альметья Скруллет? Пожалуй, оставим загадкой У руля сегодняшнего эфира были Кашудина Замир И Батюзамина Елизавета Альметья Скруллет До новых встреч и с наступающим вас к Новым Годам! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова